Всем привет, с вами Насекомос и сегодня речь зайдет о богомолах. Давайте начнем. Но начать хотелось бы с того, где я поймал данных богомолов. Их мне удалось найти в Геленджике и уже в Москве я определил их как обыкновенный богомол Мантис Религиоза. Поймал я двух нимф возрастом примерно 5-6 линьки. Сейчас вы можете наблюдать, как одна из них чистится. Самок от самцов отличить не очень-то просто, так как у них не развит половой деморфизм. Но определить можно, так как у самца более длинные усики и 8 сегментов брюшки, а у самки короткие усы и 6 сегментов брюшки. Данный вид может быть от светло-зеленого до темно-коричневого цвета. Отличительная черта Мантис Религиоза это характерные пятнышки на плечевой стороне передних хватательных лапок. Но, к сожалению, их мне заснять не удалось. Кормить богомолов надо примерно через день. Живыми насекомыми. Самки данного вида достигают до 7 сантиметров, а самцы до 5 с половиной. Имеет данный вид достаточно агрессивный нрав и самки данного вида часто нападают на палец. Взрослые особи обыкновенного богомола часто прыгают. Сейчас вы наблюдаете охоту данного вида на золотоглазку. Важный аспект по поводу богомолов. Их нельзя кормить церчками и другими насекомыми из семейства Саранчевых. Так как они имеют внутри себя токсин, а также переносят богомолье заболевания. Нет, ну вы посмотрите, это же настоящая машина для убийства. И почему только голливудские режиссеры пока не придумали человека-богомола? Но об этом как-нибудь в другой раз. Богомол по своей сути является хищным тараканом с видоизмененными конечностями, а также телом. В России обитает около 10 видов богомолов, а именно закавказский, обыкновенный, древесный, а также другие виды богомолов. Питаются богомолы исключительно живыми насекомыми. Во время охоты стреляют своими передними конечностями в насекомое, после чего начинают есть обычно с головы, чтобы быстрее умертвить насекомое. Мертвыми насекомыми богомола кормить можно даже не пытаться, так как они не представляют для него никакой ценности, а просто как предмет, лежащий рядом. Нет, ну если конечно подвесить его на какую-то леску и помотать перед богомолом, то богомол скорее всего схватит. Богомолы являются очень чистоплотными насекомыми, так как после каждого обеда тщательно вылизываются. Богомолы способны регенерировать свои конечности за три линьки. Данная самка не имела лапы, но после линьки у меня она ее смогла отрастить, правда пока что не полностью. Ну а еще пару линьек и вырастет новая целая полноценная лапа. Самцы богомолы во взрослом состоянии летают больше чем самки. Самки у многих видов вообще не летают. На состоянии преды мага богомолы имеют совсем небольшие крылья, которые они не могут расправить и полететь, а выглядят они просто как два, ой вернее четыре бугорка. Самый большой богомол, гигантский африканский, достигает 25 сантиметров в длину, но имеет очень тонкое тело. Лето. В дворе часто летают много мух, которые назойливо залетают в окно. Если есть богомол, это не проблема. Он съест любую муху. Но главное не беспокоить богомолу во время линки и после нее два дня. Ведь после линки богомол вылезает совсем не крепший и его покровы не сформированы. А сейчас вы видите, как самка богомола напала на мой палец. Ну а с вами был Насекумус. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok